Перед началом этого ролика я хотел бы порекомендовать вам канал OJ Tales. Там вы найдёте страшные и пробательные истории. Ссылку вы найдёте в описании. Я продолжаю проходить классических Дунат Пит Де Манки. В прошлый раз я достиг дня 4. Продолжаем. Клубный ранг левел 1, друг обезьян. Дней до следующей проверки 2. Есть 9 из 9 камер. Хозяйка вернётся сегодня. День 4. Переломный момент для Кристал Китчен. Правительство созвало экстренное заседание под давлением протестов. Через несколько часов ассоциация жильцеза Кристал Китчен узнает, победили они или проиграли. У лотереи Мега Прайс 1 победитель. Это всё круги на полях. Круги, мне сказали. Заявил вчера счастливый обладатель выигрыша в 100 миллионов долларов, который почёл остаться неизвестным. Это Стефан, я звонил ему. Уокер уверен в своей победе. Я верю в здравый смысл избирателей и в силу нашей демократии. Заявил вчера президент на одном из первых митингов своей компании. Делитесь музыкой и видео через чат Мегау. Последняя версия чата Хекса, одного из самых популярных приложений во всём мире, также позволяет пользователям обмениваться файлами большого размера. Что ж, две новые клетки открылись. Это свалка шин, неактивная клетка, обманка. И подвал с писателями. Достаточно сложная клетка с кучей концовок. Стандартное исследование клетка 8. Как зовут альфа-самку группы? Пицца со скидкой 33%. Что мне по еде? Сосиски. Хозяйка вернётся сегодня. Я успею сходить в магазин, думаю. Йогурты и кофе. Дорога занимает целый час. Да, хозяйка к ней приходила. А, уже пишут. Печатная машинка. И всё, это всё что... Кофе-машина. Блин, мне тоже нужна кофе-машина. Эта клетка уже неактивна. Алло, это Стефан из группы наблюдателей за кругами на полях. Он выиграл лотерею. Я же сказал не назвать меня по имени. Чёртов новобранец. Они могут слышать. Я позвонил тебе, потому что конец. Расшифровал послание. Я взломал код кругов на полях. И что же это за послание? В послании был цифровой код. Можешь в это поверить? Их послание это чёртовы цифры. Круги из Браунинг Филдс. Идеальный пример... Круги. Идеальный пример... А, не досчитал. А лучше всего, что я решил использовать этот номер в лотереи. Мегапрайс выиграл главный приз. Теперь я фантастически богат. Космические братья хотели сделать меня неприлично богатым. Это было их желание. Ня-на-на-на-на. Что насчёт новой эры галактического мира и света? Что я могу сказать? Эти пришельцы намного умнее, чем мы. У них есть космические корабли, гипропространственная скорость, лазерные пушки. Так кто я такой, чтобы противиться их воле? Если они хотят сделать меня богатым, я буду. Я не хочу нарушать космическую гармонию. Но знаешь что? Я отправлю тебе небольшую сумму в награду за твою помощь. Нужно быть чедрым, думать о карме и бла-бла-бла. Посылаю тебе галактические... 110 долларов. Приветствую и прощание, мой земной брат. Третья клетка завершена. Блин, очень много денег. Очень круто. Интересно, что это за песня. Так, здесь информацию, которую я нашел, я пока никак не могу использовать. А, я еще не могу купить ночное видение. Но могу съесть пару йогуртов. Что? Что? Что-то происходит? Да? Да, конечно, я подготовил бухгалтерские отчеты. Зевок. Почему бы мне не подготовить их вовремя? Да, я в последнее время слегка уставший, честно говоря. Я мало сплю, работаю по ночам. А. Ну, я всегда выполняю свои обязательства, как вы знаете. Высокий профессионализм по низкой стоимости. Это мой лозунг, мой девиз, моя цель. Конечно, конечно. Зевок. Сейчас пришлю вам ваши цифры. До свидания. Это клетка закрыта. Да, вообще нет смысла их смотреть. М-м-м. Я пришла за деньгами. Не трать мое время. У меня завтра экзамен в моей зоочной бизнес-школе. С тебя 90. Вздыхает. Ладно, хорошо, вот деньги. Давай сюда деньги. Ты же знаешь, я не люблю, когда мне платят с задержкой. Очень не люблю. Продолжай в том же духе, и я сменю замок. Или я вас сменю замок и вышвырну твой хлам на улицу. Я вернусь через два дня. Пока, Шарамэнго. До свидания. Креативность. О, прекрасно. Как продвигается работа, ребята? Ну, я не уверен в одной фразе. Скукота. Опять новичок со своими вопросами. Слушай, чтобы одолеть боль, вам придется глубокая... Понадобится глубокая деконструкция вашего сознания. Деконструкция? Ахтунг. Внимание, тревога. Ты используешь слишком сложные концепты. Тоже мне любительного бокова. Что за фигню ты пишешь? Кто-то хочет получить Нобелевскую за книги по саморазвитию. Писатели. Сложные слова утомляют наших читателей. Они не дают даже до второй страницы. Хорошо, хорошо. Я все поменяю. Меней. Как вам такое? Ну, давай, ушки. Если вы знаете, кто вы, у вас в жизни все будет круто. Отлично. Почти идеально. Слава богу за двухсложные слова. Запомните правило номер один. Используйте очень простые слова. Хорошо, большое спасибо. Вы действительно в этом разбираетесь. Ну да. Это все приходит с опытом. Ладно, за работу. Видимо, скоро вернется. Да. Да. Да, конечно, я закончила уйдет в вашей компании. Все проверено и... Отвлекает меня. Мои рекомендации... Эээ. У меня уставший голос, но просто я в последнее время мало сплю. Спи больше. Да, много работы. Нужно принять пару важных решений. Это и не дает мне уснуть. Думаю, мне нужен хороший совет, но не беспокойтесь. Вы знаете меня... Высокий профессионализм по низкой стоимости. Ну, конечно, эта фраза звучит знакомо. Это мой профессиональный лозунг. Хорошо, до скорого. Ох, как много слов. Ведьма. Женщина, которая практикует колдовство, то есть использует магические способности. Никаких подсказок. Да? А, скуртись. Креативность, печатная машинка. Это уже была страница. Саморазвитие, креативность. Печатная машинка саморазвития. Деконструкция саморазвития. Нет, пока ничего. Фиона. Мне извинили из офиса. Фиона Бейтс. Видимо, уже близко. Я уже чувствую холод ее дыхании. Стерва. Так, и заходит... Оу май. Ну и что у вас тут происходит, бездельники? Черт, тут все провняло потом. Ну, просто санитарные условия в этом месте не... Снова ты, я же сказал, не звонить мне в офис. Закрой свой рот и не перебивай меня. Неиспользуй мой псевдоним. Мы работаем над ним, я вам обещаю. А ты кто такой? Пресс-секретарь технеудачников? На твоем месте я бы не давил. Ты знаешь, я не потерплю шантажа. Лучше скажи мне, где приглашение на кастинг? Где прослушивание? Я хочу оставить отпуск и выжить позади. Я доктор дерьмовых наук. Моя специализация экскременты. Ты обещал сделать из меня звезду. И вместо шампанского будет моя моча. Фу. Если книга не будет готова, понял меня груз? Да, мэм. Ну, хватит говорить, что у меня двойная жизнь. Мои читатели ждут, когда Фёна боится выпустить новую книгу, так что пошевеливайтесь. Да, мэм. Вы жалкие и отвратительные, что за грусть. Черт, да на вас смотрите партийно, я пошла отсюда. Я узнал, как ее зовут, по крайней мере. Она сама сказала. Что ж, друзья, вы слышали ее наставление? Миссис Бейтс верит в нас. Мы не можем ее подвезти. Не, пожалуйста, не копируйте манеру речи. Правил номер два. Что это? Я не помню, что в той клетке. Давайте пора за работу. Наша смена заканчивается в 12. А, я не могу посмотреть. Ночное видение только на втором уровне. Так, я выяснил. Фёна Бейтс, интервью. Мастер книги по саморазвитию приоткрыла нам свои тайны. Мудрая, милая и уравновешенная. Ага. Так мы могли бы описать нашу собеседницу. Я просто хочу отблагодарить мир за все то добро, что мне сделал, заявляет Фёна. Мои чувства таковы, что я люблю каждое живое существо. Вот почему я пишу свои книги. Фёна Бейтс. Четыре человека в подвале. Фёна Бейтс. Что ж. Гус. Саморазвитие. Нет. Гус. Заметьте, человек-антенна Гус Ламберт найден мёртвым. Его обугленные останки были найдены в лесу недалеко от его дома. Проставил с тем, что утверждал, будто может общаться с существами из других измерений. Хватит меня отвлекать. Оу. Пати. Полагает, надо заснять. Что происходит? Волчица Солл Стрит посвящает её всем своим поклонникам. Пластмассовая любовь. Картонная любовь потеряла любовь. Бесцельный полёт. Мы сядем в корабле, полетим в космос. Я богиня, ты капитан корабля. Я богиня, ты капитан корабля. Бархатная любовь, хрустальная любовь. Мы будем танцевать до упаду. Оплату мы получим на выходные. Танцуй со мной, танцуй. Танцуй там. Там. Оплату как же. Танцуй. Спасибо, спасибо. Чтобы я виза сделала, мои дорогие поклонники. На сегодня всё. Никаких выходов на бис. Волчица Солл Стрит дарит вам поцелуй. Чао-чао. Какой движ пошёл интересный. Два инвестора, съеденные живьём в здании биржи. Шоу, приуроченное к выходу международной пищевой компании, на фондовый рынок имитировало цирк диких животных. Когда один из ведущих отвлёкся, дрессированная волчица прыгнула на гостей, убив двух акционеров и ранее троих. Ну что ж. Колин Трэвис. Парковка в неположном месте, превышение скорости, эксбитционизм, прикосновение, столкновение. Колин Трэвис. Дяунить номер телефона. Оставление. ДТП. Я могу ему написать, но, насколько я помню, он не выйдет на контакт вообще никак. И самое оптимальное, это отправить видеозапись в местное шоу. Согласно нашей шкале секса и насилия, ваше видео бомба. Нашим зрителям по вкусу случайные ДТП. Даже номер этот видно. Даже номер авто видно. Так что оно будет представлено в нашем следующем выпуске. Мы только что перечислили вознаграждение, согласно ценности вашего видео. С уважением. Спасибо за сотрудничество, Шок ТВ. Так, мне уже 300 денег. И я знаю, как зовут альфа-самку группы. Фиона Бейтс. Справляюсь, правда, просто как боженька. Писатель по найму. Гус, писатель по найму. Да. Густав Дженкинс. Литература, писатель по найму. Писатель с более чем 15-летним, опытом рукожи командой профессионалов, готовых предоставить свои навыки и вдохновения к вашим услугам. Хотите стать писателем, но не умеете писать? Есть решение? Позвоните нам прямо сейчас. В 4 ночи. О, так. У меня персонаж голодает. У меня, конечно, достаточно денег, но... Ну, кого-то убивают. Да, мой ответ, скорее всего, был признан верным. Клетка номер 8. 300 денег. Ну, больше денег, не меньше денег. И так. День 5. Удный ранг левел 1. Друг обезьян. Дни до следующей оценки 1. Есть все камеры. Хозяйка вернется завтра. Пятая и седьмая клетка завершены. Импортер. Ну и тяжелые эти коробки, а? Ты не хочешь знать, что внутри, поверь мне. Вот твои деньги. Работа выполнена отлично. День 5. Кристал Китчен снова в деле. После долгой упорной работы ассоциации жильцов, все-таки удалось заставить правительство принять все требования. С завтрашнего дня начинается реализация плана по реабилитации квартала. Хорошая концовка. В грузовике наши обгоревшие тела пары. Прикованные к переднему сиденью, они стали героями последнего выпуска Шок ТВ. Основные подозреваемые, городская милиция Хэвен Хиллс, отказалась от комментариев. Петух Уинкл проводит свой первый предвыборный митинг. Уинкл – единственный конкурент президента Уокера в этой кампании. Он был избран представителями оппозиционной партии в знак протеста против постоянных нападок правительства на политическую свободу. У социальной сети МитАу более 2 миллиардов пользователей. Третья грань Гекса демонстрирует стабильный рост и не спускает глаз конкурентов. МитАу дает пользователю возможность показать себя с лучшей стороны, заявил президент шестигранной компании Джейкоб Хьюз. Ну, судя по этой газете, я продвинулся в двух клетках. Одна из них закончилась хорошо, вторая закончилась и ладно. Да-да. Привет, это Рик Стивенс, представитель ассоциации жильцы за квартал Кристал Китчен. Как дела? Пишу вам, потому что снова нужно одолжение. О, господи, опять денег. Ха-ха-ха. Нет, не переживайте, не в этот раз. Газеты видели? Победа. Эти шишки сдались, и правительство опубликовало планы реабилитации Кристал Китчен. Так что задолжение? Наша ассоциация будет управлять отделом с помощью доносения района, но у нас мало и нам нужны сотрудники. Так что я предложил вас в качестве ассистента. Это наша благодарность за поддержку. Вот увидите, работа будет удобной и приятной. О, круто. И оплата напрямую зависит от вашей преданности. Борьбе. Говорил же, я не забуду о том, что вы для нас делали. Пора бежать, мы переезжаем больше не будет в этой грязной коморке, которую мы именовали штабом. Встретимся в офисе, коллега? Да, мне будет доступна новая работа. Рекордные низкие цены на кофе. Так. Так. Пятьсот денег. Пятьсот денег и позвоню... Нет. Сначала нужно понять... Да, дополнительная работа. Соцработник в Crystal Kitchen. Два часа за шестнадцать денег. Жизнь тех, кто живет рядом с Crystal Kitchen понемногу улучшается каждый день. Вы явно хорошо ладите с этими людьми. Отличная работа. Идите домой и отдохните. А, закажу-ка я еды. Моча и пот. Жидкости и экскременты. Экскременты. Внезапный успех курса «Чистые псы». Это был самый популярный подарок на прошлое Рождество. Проблемы городов, экскременты и моча могут уйти в прошлое. Интерактивный мультимедийный курс «Чистые псы» поможет нашим питомцам, как использовать туалет. Единственная проблема сделать так, чтобы они не израсходовали всю туалетную бумагу. Заявил создатель курса. У меня посылка или квартира 36? У меня посылка или квартира 36? Я живу в шестнадцатой? Да, это здесь. Тогда держите посылку. Вишневый пирог от знаменитого бренда Double Airsoft. Сладкий и вкусный. Рекомендуется с чашкой чертовски хорошего кофе. Ну чё бы нет. Приветствую. Я принёс вашу еду. Я вовремя? Да? Нет? Какая разница? Время и пространство всего лишь продукт нашего разума. Это всё у нас в голове. Вот ваш заказ. А вот тебе чаевые. Подумайте вот о чём. Кто стережёт самих сторожей? Или сколько стоит килограмм равиоли? Я ещё вернусь. Килограмм равиоли. Блин, равиоли захотелось. Что ж. Три клетки осталось с ней и след. Джон Кандал. Графство Барретт. А что если, что если. Я позвоню ему и скажу про волчицу с Уолл-стрит. Хотя возможно стоит сходить ещё на работу. Да, я позвоню Джон Кандалу. Дзинь-дзинь. Здравствуйте. Джон Кандал бугалтер и финансовый советник. Чем могу вам помочь? Для меня большая честь говорить с волчицей с Уолл-стрит. Чёрт возьми. Откуда вы знаете мой художественный псевдоним? А, знаю. Вы друг моего агента. Он опять это сделал. Опять. Ну, знаете, я этот картин всё растрепал. Какая ещё двойная жизнь, когда твой агент всё время пытается всё разрушить? Благодаря ему я превратился в посмешивные семейные сборища. Соседи стараются не заходить со мной в лифт, а моя девушка у меня так стыдится, что уехала жить с мамой. Неужели в этом городе никто не умеет хранить секреты? Нет, стойте, я не. Отлично. Теперь вы тоже знаете. Я волчист с Уолл-стрит. Дальше что? Я знаю, что вам нужен хороший совет, и я вам его дам. Да? Если честно, я абсолютно сбит с толку, и мне почти не с кем это обсудить. Но знаешь что? Возможно, судьба свела меня с тобой именно по этой причине. Кажется, ты заслуживаешь доверия. Я сам... А сам я не... Решить не могу. Видишь ли, я не знаю, что делать. Нырнуть с головы в жизнь славы и гламура, которую я заслуживаю, или продолжать прозябать в этой скучной и жалкой рутине. Боже, что мне делать? Следуй за мечтами, волчица с Уолл-стрит. Го, герл! Да? Нужно действовать? Думаешь? Мне стоит бросить все ради творческой карьеры? Да. Но может мне прямо все? Да? Я все брошу. Я соберу сумки и отправлюсь прямиком в некую шоу-бизнеса. Спасибо за совет. Ну, это не совсем то, что я посвящу свою третью песню тебе. Я упомяну тебя, когда буду получать свою пятую Грэммию. Весь мир влюбится в блестящую волчицу Уолл-стрит. Мне нужно собраться в поездку. Посмотрим, что мне нужно взять. Косметику, платье с блестками, буа с перьями. Мне нужно идти. Ты скоро меня услышишь, обещаю. Спасибо. Чао-чао. Уф. Ну что ж. Новая Ханна Монтана рождена. Время 7 вечера. И почти все клетки закрыты. Not bad, not bad. Градство Барретт. Горный регион расположен у подножия горы Барретт в окружении густого альпийского леса. Густая растительность делает его излюбленным местом для охотников-защитников природы. Хотя за последние годы численность коренной фауны значительно снизилась. Да, хорошо. Мы готовы. Все. Она боится уже на подходе. Она опять не хорать будет. Наверное, паркует свою метлу. Что если я засниму и отправлю тушок к ТВ? Она же, типа, вся такая спокойная гуру спокойствия и любви. Где моя книга, ленивые вы сволочи? Где эта чертова книга по саморазвитию? Мы работаем без отдыха, мэм. Этого недостаточно. Их ты вообще кто-то такой. Ну, давай отправим. По нашей шкале секса и насилия это видео интересное. Словесное оскорбление это форма насилия. Кстати, это не та самая писака. Ваше видео будет показано в следующей программе. Мы только что перевели вам вознаграждение в соответствии с ценностью видео. Ну, что ж, еще одна клетка закрыта. Полагаю, самое время отправиться на работу. Купить еды и готовиться к следующему уровню. Креативный директор. Эй, ватафак. А, ну да, конечно, посредственности размахивающие кистью с клеем бестолики мысли. Что ж, вот тебе немного мелочи. Побалую тебя. Спасибо, побалую. Так, 12 ночи. Да, просто схожу в магазин. Тем более скидка на кофе. Смогу как раз восстановить здоровье, поесть, поспать. Ммм, здоровье. Сколько там времени? А, 2 часа ночи, 8 часов на... 6 часов на сон. И 7 йогурта. Так, денег достаточно. Здоровье, все в норме. Все идеально. Почти что спитраны обезьяны. Пардон. День 6. Ваш уровень 2. Зоолог любитель. Дни до следующей оценки 5. У вас есть 9 из 16 камер для перехода на следующий уровень. Хозяйка вернется сегодня. Не есть деньги. Вау. Оглушительный успех местной певицы на конкурсе талантов. Болчица Суэлл Стрит заняла первое место на всемирно известном шоу. Судьи описали ее представление, как смесь Марии Каллас и Бенни Хилла. Так странно, что захватывает. Гуру саморазвития по иммунному с поличным. Изображение, представленное в программе Шок ТВ, показывает, что Фиона Бейтс использует других авторов для написания своих книг. Автор еще не дала комментариев по данному поводу. Ее местоположение неизвестно. Выпущена последняя версия Proomart. Интернет-магазин Proomart получил множество новых функций и теперь автоматически устанавливает пользователям операционную систему АЭМ. Это экономит их время, заявил вчера президент Хекса Джейкоб Хьюз. Правительство окажет финансовую поддержку свидетелям Вайлана. Сегодня утром Огер объявила передачу миллионного гранта культу, основанному Билли Бобом Вайланом. Гражданские объединения критикуют утечку государственных средств, религиозные секты и движения. Так. Ну, опять же, две клетки закрыто. И про это написали в прессе. Установка Proomart. Диа. Это магазин, товар из которого можно направлять в некоторые клетки. Так, два письма. Напоминание об оценке. Да, я уже прошел. И поздравляем с пройденной оценкой. Здорово. Так, 90 денег мне нужно на хозяйку. И куплю-ка я ночное видение. И клетки на все. А, двойная клетка. Некоторые клетки идут двойными. Необходимо покупать клетку внутри клетки. Чтобы... Тук-тук. Читал про Крисло Китчен. Если они думают, что их район ад, им стоит заглянуть в мою ванную. Сразу бы поняли, что им еще грех жаловаться. Это один из тех соседей, который знает все лучше. А ладно, что тебе нужно? У меня закончился кондиционер. Без него мои волосы станут сухими, грубыми и безжизненными. Мне просто необходимо купить новый. Не отложишь мне много мелочи? Держи. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Я пошел обратно к себе. Ну, давай. Письмо. Только сегодня два по цене одного. Да. Так, сколько клеток я еще могу купить? Раз. Так. Еще сотня мне нужна. Как раз сотня. Да-да. Привет, коллега. Можешь говорить? Привет. У меня получилось. Получилось. Я на самом высоком уровне. И это... Черт, это... В чем дело? Что происходит? О, боже. Это... Прощай, друг. Ну, пока. Так, я хотел купить две клетки. Пожалуйста, только не двойная. Черт! Можно сказать, эту клетку я запорол. Чертова система рандома. Ладно. Привет. Это Джонатан Далл. Волчица с Уолл-стрит. Вы уже видели новости? Я исполнил свою мечту. Люди обожают меня. Фанаты поджидают меня у двери. Я самый счастливый человек в мире. И все это благодаря вам. Я хочу вас отблагодарить. Внимательно слушаю. И я уволил своего идиота-агента. И хочу отдать вам процент с прибыли. Без вас ничего бы этого не было. Я буду переводить деньги каждые три дня. Что скажете? Ну, я... Я не против. Мне нужно идти. Мой самолет улетает через пару минут. Меня пригласили петь в крупнейшем казино Лос-Дюнас. И мое первое шоу уже сегодня. Ваша любимая дива волчица с Уолл-стрит. Прощается с вами. Чао-чао. 50 денег. Здорово. Ну, это не откроет мне, конечно, камеру. Так, хот-доги по акции. Календарь. Да, волчица с Уолл-стрит будет платить мне прямо в день, когда я должен платить за аренду. Здорово. Так. Надо дождаться хозяйку и... До следующего дня эти камеры будут нерабочими. А у меня только четвертая. Не разгадано. Но тут происходит что-то ночью. Мне нужно дождаться ночи. Поэтому приходит хозяйка. Я иду на работу. Дожидаюсь ночи. И смотрю, что здесь происходит. Надеюсь, что происходит каждую ночь. Так. Да, фрукты тоже восстанавливают здоровье. Цветок снова цветет. Я делаю какие-то хорошие дела. Да, если вы только начали меня смотреть, у меня есть пунктики. Я всегда стараюсь отыгрывать хороших персонажей во всех играх. Я не знаю, с чем это связано. Не хочется быть последним мудилой. Пардон за... Французский. Но всегда что-то идет не так. О, вэл. Охотников. Граф Сталбарет. Так, на это я читал. Охотники на белок. Нет. Охотники на координаты. Тоже нет. Ну ладно, воспользуемся новшествами. Все, воспользовались. Я пришел за деньгами. Не трать мое время. Я очень занятая и успешная женщина. Куда второй ребенок взялся? С тебя 90. Ладно, вот деньги. Так-то. Мои преподаватели в заочной бизнес-школе называют таких, как ты, хорошо тренированными потребителями. Я вернусь через три дня. Пока, Шараминга. Пока. Так. У меня есть время до ночи. Да, пойду работать в Кристал Китчене. Что, зря я открывал эту вакансию. Хотя, в дальней жизни я туда не пошел работать. Да, тем хорошо ложу с этими людьми. Так, новая почта. Нет, у меня ничего нет. Новая почта. Думаю, я смогу... Кэдди. Что такое Кэдди? 46. 48. Ну, у меня есть... 8 часов целых до ночи. Я пойду на работу на 4 часа. Все лучше, чем ничего. В этом минус закрыть все камеры разом. Хозяйка Фифи. Вы помешали этому преступнику похитить мою Фифи. Как вы за ним погнались? Вы заслуживаете премии. Да, моя зайка. Развитый выгульщик не заслуживает премии с такой хорошей рабочей? Господи. Да, ночное виднее работает. Все, теперь можно мониторить ночной лес. Так, денег у меня достаточно, чтобы заказать себе еды. Сегодня хот-доги по акции, да? Сегодня живая музыка. Уникальная непроизойденная волчица с Уолл-Стрит. Ты же моя зайка. В смысле? А как? Что? А как так получается, что... При ночном видении картинка вообще другая? Увлекательный. А там что происходит? Олень. Трехфрогий олень. Приветствую. Станьте едины с бесконечностью. Расплавьтесь во вселенной. Раздвиньте границы. Приготовьте антицид. Слушайте пение дроздара, а не мутром. Вот ваш заказ. А вот при ночной. Подумайте вот о чем. Вы владеете тем, что имеете. Или то, что вы имеете, владеет вами. Вам решать. Я еще вернусь. Ладно. Так, сниму-ка это на всякий случай. А вдруг они не каждый раз. Трехфрогий олень. Четвероногая ночная млекопитающая считается вымершим. Трехфрогий олень прославился своим внушительным и величественным рогом, разрушавшимся над его головой в количестве трех штук. Эта редкая черта сделала данный вид очень популярным у охотников. А их головы стали предметом коллекционирования, продававшимся на черном рынке по высоким ценам. Ладно. Охотники на трехфрогих оленей. Да. Мы не истребляем виды, а поддерживаем естественный отбор. Представитель ассоциации Дикий Дробовик вступил в защиту охоты. После сообщения о том, что трехфрогий олень теперь однозначно считается вымершим, клуб охотников отверг обвинения в причастности к этой трагедии. Ладно. Да, мы убили сотни тысяч особей и продали их рога как трофеи. Но разве это плохо? Вы что никогда не слышали о Чарльзе Дарвине? Но это не совсем естественный отбор. Дикий Дробовик. Национальная ассоциация охотников в специализации охоты на крупного зверя. Дегустация коньяка, смакование сигар и прикладной дарвинизм. Хотите присоединиться, освежитесь с нами. Пять видов, которые вы еще точно не убивали. Стоимость торгов трехфрогов оленя. Что ж, попробуем написать. Пользователь оффлайн. Ладно. А если я отправлю это видео? По нашей шкале секса и насилия ваше видео не актуально. Оно не представляет интереса для наших зрителей. Ну ладно. Отправлю его охотникам. Хоть где-то какая-то польза будет. Так. Что ж, я могу еще отправиться на работу, полагаю. Идем. И еще одна работа. Старший дизинсектор. Хорошая работа. У тебя талант к истреблению крыс. Я вижу внутри тебя ярость. Я чувствую ее. Ждем обратно в любое время. Где я это могу? Шесть ход долгов. Батюшка святым. Схожу-ка я за йогуртами. Потому что здоровье может кончиться в любой момент. А это я точно знаю. Да, 12 йогуртов. Целый час до магазина. Где он живет? Наверное, не в кислоке, чем. Так, здоровье поправили. Давай поспим пару часов. Так, все клетки куплены. А если я сейчас не кушаю? Нет, я еще в оффлайне. Что ж, я добрался до дня 7. У меня есть все камеры для перехода на следующий уровень. Изнили следующие оценки 4. В какой-то век у меня достаточно денег. Неплохо двигаюсь. Ну, думаю, на сегодня стоит заканчивать. Я сделал крайне много и крайне быстро. Увидимся с вами в завтрашнем видео. Видео с твичат точно так же я перезалью на YouTube. Поэтому подписывайтесь, ставьте комментарии, пишите лайки, оставляйте донаты. Ну, в общем, знайте все эти стример-моменты. Опять же, спасибо за внимание. Увидимся завтра.